Всем привет! Это Вектор Успеха. И сегодня, кроме чистой экономики, психология, история и даже социология. Тема выпуска. Покупка автомобиля становится роскошью. Библиотекари не исчезли, наоборот, стали заметнее. Чему бизнесменов научила пандемия и чем заняться, если не надо работать? Начинаем! Каюсь, неравнодушен я к машинам, так что не пропустил статью в авторевью под говорящим заголовком «В России не осталось новых автомобилей дешевле полумиллиона». И вот теперь я отрываю ваше время, подготовив небольшой обзор рынка. Давайте узнаем, что почем. Итак, за самую бюджетную машину на нашем рынке покупатель должен выложить теперь 511 тысяч рублей. Правда, при этом не забыть получить 100 рублей сдачи. Иномарки отечественной сборки и в начальной комплектации стартуют практически от 700 тысяч. Многие бывшие бюджетники уже в базе подбираются к миллиону, ну а в дорогом сегменте сумма, с которой имеет смысл начать водить носом и пытаться выбирать, миллиона три с половиной. С меньшим капиталом на престижную эмблему вы можете претендовать, но только если берете самые дешевые модели. С начала года цены у дилеров прибавили от 1 до 7 процентов, давит и курс рубля, и новый размер утилизационного сбора, и дефицит моделей в салонах. Кстати, не только наших, но и по всему миру из-за нехватки микрочипов, без которых невозможно собрать современную машину. По оценкам коммерсанта, после небольшого роста в конце зимы в марте продажи снова стали сокращаться и сократились на 6 процентов. На этом фоне ценник легковушки с пробегом уже в среднем превысил 700 тысяч рублей. Так что нередко появляется возможность отдать свою поддержанную ласточку дороже, чем она стоила новая 3-4 года назад. Для примера, у коллеги Skoda Octavia определенной комплектации, он ее покупал за миллион 300, сейчас ему за нее предлагают миллион 400. У другого коллеги Nissan X-Trail, который в свое время стоил 900 или 950, сейчас по объявлениям на агрегаторах стоит миллион, миллион сто. Ну продать-то можно, но что за эти деньги купить? Владельцы поддержанных машин все чаще смену автомобиля откладывают. Сокращает предложение на вторички и то, что в 2014 году продажи дилеров упали, а именно эти машины должны были сейчас выходить на рынок БУ. Тем не менее, в ближайшие месяцы можно ждать здесь и стабилизации, даже легкого отката цен. А что касается чипов, к лету проблема их производства, а с ней и дефицита новых машин у дилеров должна быть решена. Прошел год, как в России была объявлена всеобщая самоизоляция, и мир перестал быть прежним. Человек-существо приспосабливающийся. Мы быстро привыкли к удаленной работе, курьерской доставке, шалостям запертых в квартире детей, невозможности провести отпуск за границей, спором носить маску или нет. Даже при нынешнем темпе жизни этих событий хватило бы лет на 10. Но особое умение мгновенно перестроиться потребовалось от бизнесменов. Резко и остро встали вопросы, где взять деньги сегодня и что делать завтра. При том, что просчитать это завтра абсолютно невозможно, а из реального только расходы. Зарплаты сотрудников, налоги, кредиты, счета за аренду, за коммуналку. Эх, не позавидуешь, но бизнесмены наши ребята закаленные. Что же они тогда пережили, как вспоминают прошлый апрель и чему их научил этот год? Сейчас узнаем. Всем привет, меня зовут Эльдар Кабиров и я совладелец неаполитанских пиццерий. Мой партнер Андрей, он изначально говорил, что Эльдар, мы на ближайший год вообще в ауте, тай бог выживем и зарабатывать, может быть, будем, начнем там в 22-м году. Мы ринулись, соответственно, всем рынком, вот в Красный океан, где уже были там даркичины и вот перестраивали процесс. Это вот одна из самых сложных историй была. То есть в течение года могу сказать, что наша стратегия удалась, мы ничего не закрыли, весь персонал сохранили. Да, мы влезли там в определенные долги как бизнес и как физические лица. Она научила, и надо воспользоваться этими советами, но надо дефицировать историю точно и не складывать, ну, не иметь один бизнес. Это очень сложно, потому что если рубит, то как бы все-таки теряешь. Меня зовут Андрей Шарков, я основатель и генеральный директор шоколадной фабрики. В ситуации, когда твой продукт сейчас не может продаваться, либо не так востребован, начался поиск нового продукта. По технологии мне оказалось удобно производить маски, не медицинские, многоразовые, защитные. Это было, наверное, в той ситуации одно из лучших, наверное, решений. Рассыпался один из отделов продаж, это факт, потому что люди, ну, их можно понять, у меня нет никакой обиды в отношении их сотрудников, потому что они работали в первую очередь за процент со сделок, в основном продукту. И когда продукт не продается, у людей нет дохода, поэтому вполне естественно, что они начали искать другую работу. Ну, плюс я развелся. Это, наверное, тоже такая большая потеря, и моя семья тоже дала, ну, трещину. Ну, этот год научил, что рассчитывать нужно только на себя, не ждать какой-то внешней помощи. Альбина Гимаева, владельца салонов японских парикмахерских. Основной упор у нас идет на студентов, так как это студенческий городок. 1 марта мы открываемся, и 13 марта все студенты благополучно уходят на дистанционное обучение. То есть мы буквально две недели поработали, через две недели мы остаемся без студентов и, в принципе, ну, без трафика. Первые шесть месяцев после пандемии, это, ну, до Нового года, ну, мы работали для того, чтобы покрыть те ущербы, которые мы за два с половиной месяца нанесли. Скорее всего, мне повезло, наверное, с арендодателями. Мне с ними повезло, потому что они мне в каком-то мере пошли на уступки. Кризис нас научил тому, что все-таки, чего бы в стране не происходило, ты должен подстраиваться под ситуацию. Не важно там, что тебе перепадает, если ты хочешь работать, если ты хочешь выжить, ты должен это делать в любых условиях. Добрый день, я Тимуршин Дмитрий. По образованию антикризисный управляющий. Занимаюсь развитием креативных пластеров и фэшн-рынка как части креативной индустрии. У меня больше недополученная прибыль, чем именно потери. Команду сохранил из таких больших, ну, для меня таких потерь, что ли, эмоциональных. Это закрыли магазин в Екатеринбурге, вот, в пандемию. Все-таки я научил быстро реагировать на любые изменения в чтении, там, недели происходят изменения, мне нужно на следующей неделе полностью перекроить и измениться. Я еще из того поколения, для кого вопрос, как пройти в библиотеку, ассоциируется прежде всего с гайдаевской операцией, ну, а сама библиотека с непривычной тишиной, запахом, пылью, читательскими билетами, очередями за книгами. Но не все так запущено. Я в курсе, что классические библиотеки превращаются в общественные пространства, и у молодежи подобный вопрос, как пройти, не вызовет недоумения. Вам просто подскажут, как правильно воспользоваться поисковиком. Новое поколение и в кино, и в магазины, и в библиотеку ходит через интернет. Вот, например, Российскую государственную, где собрана самая большая в стране коллекция печатных изданий, в прошлом году виртуально посетили больше 20 миллионов раз. Ну, а живых посетителей все меньше. И библиотекарши с добрыми глазами грустят, закутавшись в шаль. Или не грустят. Чтобы узнать, насколько время изменило привычный облик книгохранителя, моя коллега Милена Иконникова устроилась работать в библиотеку. Как много у меня книг. Ходила, выбирала. В библиотеке все-таки. И хотя сегодня здесь работаю, думаю, смогу почитать. Свободного времени наверняка хватит. Просто не представляю, чем еще здесь можно заниматься. А много чем. В первую очередь, конечно, выдавать книги. Здесь их 80 тысяч в двух залах. И библиотекарь – своеобразный маяк для растерянных книголюбов. Мне какую-нибудь книжку, чтобы она была не очень толстая, интересная. Желательно, чтобы это детектив или приключение. Книги стоят в алфавитном порядке, по жанрам. Правда, могут быть перепутаны или на полке уже закончились нужные. Сейчас я предложу вам найти книгу и посмотрим, за какое время Алексей это сделает. Харпер Ли – убить пересмешника. Время пошло. Вы пользуетесь базой, Алексей. А на память. Нет, на всякий случай проверить год издания. И к тому же эта книга достаточно популярна. Она может быть выдана. Две минуты, смотрите, восемь секунд. Отличный результат, я считаю. В день взять книгу по абонементу приходят до сотни читателей. Но не все проявляют ответственность и возвращают книги в срок. Должники у нас есть. Где-то в год примерно около 70 человек. А какие санкции для должников? Сейчас у нас в прескуранте действует. Цена – один рубль в день. Вне зависимости от того, сколько книг на руках. Но вам, как сотрудникам, никаких штрафов, ничего? Нет, нет, нет. За это, конечно, нет. Но, опять же, у нас как сердце болит, потому что книги хорошие уходят. Чтобы сердце болело меньше, ежеквартально работники обзванивают должников. Итак, на связи… Библиотечное коллекторское агентство. Это вам звонят из библиотеки имени Гоголя. Вы должны нам три книжки. Когда придете? Да, я знаю. Завтра приду. Отлично. Хорошо. Очень сильно ждем. Кроме того, сотрудники библиотеки организуют мероприятия для читателей. В месяц – около десяти разных тематических событий. Сейчас полное ощущение, что мы в кинозале. Осталось достать поп-курн или, например, 3D-очки. Смотрим фильм «Если» 1968 года. В нашей библиотеке работает 12 человек. Есть сотрудники, которые отвечают за абонемент. Есть сотрудники, которые отвечают за мероприятие. Но это все-таки формальные разделения, потому что у нас действует такой вариант многозадачности. Каждый чтец женится на Дуде и Грец, потому что мы подбираем людей. Мы подбираем людей в команду. Из рутинных обязанностей также выдача доступа в базы данных, работа в запасниках и поддержание порядка в залах. Сотрудники называют главным бонусом возможность первыми увидеть книжные новинки. Но, признаются, читают только в нерабочее время. Здесь некогда. Сейчас в библиотеках есть и станции самообслуживания. Приходишь и сам на себя оформляешь литературу. Такой уголок интроверта. Впрочем, живого специалиста он заменит вряд ли. Лично мне показалось, что эта профессия очень сложная, творческая и разносторонняя. К слову, платят библиотекарям немного. В среднем 34 тысячи – это данные хэдхантера. А работа, как мы теперь узнали благодаря Милене, весьма напряженная. Но что-то мне подсказывает, что если платить этим сподвижникам зарплату просто так, они все равно будут ходить на работу. Как выяснили аналитики Сбербанка и Рамблера, только каждый пятый россиянин готов бросить все, если будет обеспечен деньгами. Да и эти согласны бездельничать, претендуя на базовый доход в 50 тысяч – это скромное, а большинство – в 200 тысяч рублей. К слову, в некоторых странах эксперименты с базовым доходом начали проводить уже не на бумаге, а используя реальные деньги. Вот, например, в Финляндии участники программы получали по 560 евро в месяц, вне зависимости от того, работали они или нет. А в Швейцарии на специальном референдуме жители проголосовали против дополнительных 2,5 тысяч франков в месяц. Они испугались, что работающим повысят налоги. Ну, чтобы кому-то заплатить, и надо у кого-то забрать. Это я к чему. Ситуация, когда государство просто так платит гражданам солидную сумму, в некоторых случаях уже вполне реальная перспектива. И мы с вами можем помечтать. Вот, скажем, мы обеспечены. На работу ходить не нужно. Чем же мы займемся, если денег, в общем, хватает? И решили мы этот вопрос задать петербуржцам. Судя по ответам, проблема, как не сойти с ума от безделья, горожан мучает не особо. Гуляла бы. Где? По улицам. Вот смотрела на красивые дома. В музеи бы ходила. В театры. Своими любимыми делами занимался? Это какими? Читал, писал, гулял. С семьей проводил время больше. Ай, ничего. То делаю, то и буду делать. Не знаю, не представляю, но даже и мечтать об этом не могу. И не буду, потому что такого не будет никогда. Развела бы цветочки на своем дачном участке, к примеру. Так же бы с детьми могла там время проводить так, как мне хочется, так, как им хочется. Ходила бы на выставки, на всякие разные путешествия, когда, конечно, кончится пандемия. Как-то расширяла свой кругозор, посещала бы те места, в которых я не была раньше. На работу бы возвращались или нет? Ну, если бы у меня был такой доход, когда бы мне не нужно было работать, то, наверное, нет. Но хотя, вы знаете, мы, наверное, настолько привыкли работать, что, наверное, все-таки вот как-то вот, хоть иногда она уделяла бы ей внимание. Но мы бы путешествовали, да. Да, и вложились бы куда-нибудь в бизнес бы. Например? Или вы хорошая ресторанная, или чего вы хотели? Нет, недвижимостью занимались бы на ней. Мне кажется, я бы не смогла без работы. Ну, потому что вы молодая, вам нужно общение. А с возрастом общение, оно сводится к более близким людям, к своим друзьям и так далее. И даже, как говорил там Дартаньян, да, что самым собой должно быть интересно. На этом все. Не стесняйтесь формулировать свои желания, так они скорее совпадут с возможностями и исполнятся. Это был Вектор Успеха. Всего доброго. До встречи.